Перед вами маятник, закрепленный на горизонтальной оси. Сам маятник сделан из алюминия и колеблется маятник между полисами электромагнита. По катушкам электромагнита мы будем пропускать постоянный ток. Отклоним маятник и замкнем цепь электромагнита. Вы видите, что колебания маятника быстро затухают, маятник останавливается, замыкают цепь. После одного-двух колебаний маятник останавливается. В чем причина торможения маятника? Когда я замыкаю обмотки электромагнита, между полюсами появляется магнитное поле. И маятник, эта полоска алюминиевая, при своем движении пересекает линии индукции этого магнитного поля. При этом в полоске возникают вихревые токи, токи ФУКО, которые имеют такое направление, что их магнитное поле, взаимодействуя с магнитным полем электромагнита, стремится затормозить движение маятника. В этом проявляется правило Ленца. Давайте еще раз посмотрим это торможение. Попробуем заменить сплошную пластину пластиной с прорезями. Сейчас к концу маятника прикреплена пластина с прорезями. Пластины идут, прорези идут перпендикулярно краям пластины. Эти прорези резко ограничивают величину индукционного тока, когда маятник пересекает линии индукции магнитного поля. Если сейчас отклонить маятник, отпустить его и замкнуть цепь электромагнита, то маятник довольно долго колеблется. Он и сейчас тормозится, но вы видите, что торможение маятника сейчас значительно слабее, чем в случае сплошной пластины.